Юбилейную дату отмечают в этом году жители Московской области. Столичному региону исполнилось 90 лет. В честь этого знаменательного события телеканал ЛРТ запустил праздничную рубрику. Наш очередной сюжет о необыкновенной женщине. Ее бодрости и оптимизму позавидует каждый. В свои 82 Людмила Амелинчук выполняет сложные физические упражнения и ведет группу здоровья. В 45 я поступила в институт физкультуры. Закончила его и ушла работать в группы оздоровительные. Это есть такое ДК «Искра» в Ухтумке. Когда я уходила на эту работу, все говорили, что ты делаешь. Но тогда Людмила Аркадьевна точно знала, что делает. Долгие годы она искала способы восстановления здоровья. Все началось с занятий йогой. Два года тренировок кардинально изменили отношение к жизни. Здоровье надо в себе искать. Для этого не надо никуда ходить, а просто работать. Меня долго наблюдали в Бурденко, в институте. Собственно, из-за чего вторая группа инвалидности была. И вот когда я приходила туда на консультацию, то мне все время говорят, ну что вы хотите, это же у вас пожизненно. Наверное, мне это не понравилось. Со здоровительными группами Людмила Амелянчук работает около 40 лет. Результатом её трудов, постоянных исследований и сотрудничества с коллегами стала разработанная ею интегральная методика. Это целый комплекс, который включает в себя наиболее эффективные упражнения и даже астрологию. Это экспресс-метод восстановления. То, что йога делает за два года, метод Гринштадта делает за 10 дней. Поэтому, если мне надо кого-то восстановить, я говорю, ты будешь работать 10 дней. Такое 10-дневное испытание прошла и Надежда Демьяновская. Первое занятие далось ей с трудом. Сейчас она уверенно садится на шпагат. И вот уже 15 лет не пропускает ни одну тренировку. Я хожу очень часто. Я три раза в неделю обязательно здесь. Очень выносливая, очень гибкая. Я целый день могу на ногах после этой тренировки. Я здесь только дома успеваю. Потому что заряд такой здесь энергетический. Здесь вы видите, какие люди. Все заряжены. Смеёмся, шутим. С шутками и улыбкой на лице воспитанницы Людмилы Аркадьевны говорят и о своём возрасте. Ольга 60. Таисия 43. Галина 55. Лилия 61. Надежда 67. На вопрос, сколько людей прошли у вас реабилитацию, у Людмилы Амелянчук ответа нет. Но эта огромная книга отзывов и пожеланий говорит сама за себя. Первая запись была сделана в 88-м году. Здесь записки от благодарных пациентов со всех уголков России. Со своими подопечными Людмила Аркадьевна любит путешествовать. И даже на отдыхе занятия проходят по расписанию. Находит время тренер-психолог и для своей большой семьи. И все они, коллеги, пошли по стопам Людмилы Аркадьевны. Когда-то, когда я работала в Искре, я немножко задержалась у себя в кабинете. Захожу в зал. В зале человек 60. Стоит Люся. Ей было три года. Стоит перед этим залом, полнёхоньким, и говорит так. Занятия буду вести я. Что мне оставалось делать? Я очень рада, что у меня такая бабушка. Вот я так горжусь этим. Действительно, это большое счастье, потому что, во-первых, это энергетика такая. Я на неё смотрю, не могу назвать её бабушкой. Бабушка у нас великолепно ведёт огород. Я думаю, что это тоже должно мне передаться по наследству. Огород для Людмилы Аркадьевны – удовольствие и отдых. Свободное время она проводит на грядках. Свежими овощами и ягодами обеспечивает семью на целый год. Вот в этом году морковка уродилась хорошо. В огороде никто не должен помогать. В огороде каждая травинка знает хозяйку, а хозяйка её знает. У меня есть культиватор, которым я вспахиваю. У меня есть грабли, у меня есть лопата. Вот они мне помогают. Человек всегда должен быть чем-то занят. Иначе в голову приходят плохие мысли, уверена Людмила Аркадьевна. Поэтому каждую минуту своей жизни она проводит с пользой для себя и окружающих. Луиза Игазырян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.